Вот иногда бывает такое, хочется перекусить, хочется мясо кусочек съесть. А мясо же нужно где-то купить, приготовить. Но в холодильнике есть колбаса. Отрезаешь колбаску, думаешь, вот, в общем-то, мясо я и поел. Хотя в последнее время все чаще и чаще мы сталкиваемся с такой позицией, что в колбасе мяса все меньше и меньше, что колбаса делается из чего-то другого, и колбаса перестает быть мясным продуктом. Кто-то вообще рассказывает шутки о том, что сосиска в тесте, это на самом деле бумажка в тесте и так далее и тому подобное. Именно поэтому мы сегодня отправимся в Теплогаревский район на производство колбасы, которую можно купить в магазинах Город Мастеров под брендом Город Мастеров. И узнаем во всех подробностях, из чего же все-таки состоит колбаса, из чего делают сосиски, да и чем вообще живет мясное производство на территории Тульской области. Ну вот мы и приехали в теплое, только какое-то оно совсем не теплое. Поехали дальше. Вот мы и оказались на самом предприятии. Разумеется, чтобы попасть внутрь, необходима специальная одежда. Одноразовый халат, кепочка, чтобы волосы не падали с моей головы и перчатки. Разумеется, перед тем, как войти внутрь, санитарная обработка рук и обуви. Ну и, конечно, про маску не забыли. Теперь можно знакомиться с главным технологом по имени Анна Юрьевна. Итак, мы готовы рассказывать о том, как производится колбаса. И не только колбаса, а многое другое. И, разумеется, начинается производство с чего? С того, как мясо поступает к вам сюда. С вешалки. С вешалки буквально, да, действительно. Как и театр, все начинается с вешалки. Это нам привезли сейчас говядину. Говядину нашу из Тульской области. Говядину из Тульской области. Да, вот сейчас вот ветврач проверил документы. Сейчас будет уже присуществлять вводной контроль. И уже нам в Валке ждут это мясо. Так, из этой говядины будет делаться много-много-много всего. Колбаса. Что еще делают из говядины? Полуфабрикаты. И гуляш, и азу, и котлетное мясо, и говядина духова, и лопатка, и ребра, и рулька. Там тоже очень много наименований. Фарш говяжий тоже пользуется спросом. Все так, как и должно быть. То есть все подготовлено соответствующим образом. Давайте расскажем нашим зрителям, что происходит здесь. Это камера хранения охлажденного мяса на кости. Она должна храниться в подвесе, чтобы обдувалось со всех сторон. И мясо уже ждет своего похода уже на обвалку, разделку мяса на кости. А сойти туда можно? Можно, но там очень холодно. Всем интереснее. Давайте зайдем. Видно, что мясо охлажденное. Я сейчас спрошу у ведущего, знает он, где находится вырезка? Конечно, нет. Где-то внутри, судя по всему. Это самая деликатесная мышца. Вот она проходит. Самая дорогая. И самая питательная. И самая вкусная, судя по всему. Да, самая нежная. Так, что значит вот это вот? Это клеймо значит, что свинина получена в благополучном месте. Что полностью прошла ветеринарно-санитарный контроль. Полностью безопасна для выпуска и колбасных изделий, и полуфабрикатов. А откуда вообще все это здесь появляется? Это появляется, привозят машины, большие рефрижераторы, которые с охлаждением работают. Получается, из соседних, из нашей областей приходят. Ну, то есть это и Тульская область, и близлежащая региона? Да, да, да. Мне кажется, вообще это отличное место для фотосессии. Можно как-то, да, так попозировать? Слушай, даже не видно, что я улыбаюсь. На самом деле я улыбаюсь. Так, и сколько времени хранится свинина в охлажденном виде? Где-то сутки двое у нас, и сразу все идет в переработку. Долго она здесь не стоит. И сразу в производство. Здесь большая оборачиваемость, поэтому где-то хранение здесь в основном где-то около 30 тонн. Вопрос, который наверняка задают наши зрители сейчас. Заморозка где? Где морозилка? Здесь действительно холодно. Есть ли где-то замороженное мясо? Замороженного здесь мяса нет у нас, только охлажденное. То есть замороженное мясо не используются, в заморозке не бывает? Нет, нет, работаем от заявок, да. Привозят, разделываем в течение дня и на магазины сразу. Из вот этой холодильной камеры, где мясо у нас выдерживается при определенной температуре, мы двигаемся вот вместе с этими тушами в цех разделки. Что происходит здесь? Здесь уже происходит разделение туши по частям. То есть есть какие-то деликатесные части, есть части, которые пойдут на колбасу, есть части, которые пойдут на изготовление полуфабрикатов. Здесь уже обвальщики, которые в кольчугах, как рыцари эпохи, так, чтобы не порезать, потому что очень тонкие, острые ножи, разделывают мясо. Вот отделяют ножки, вот получились окорока. И сейчас вот как раз начинайте обваливать. Интересно, так и каждый, каждый элемент отправляется... Да, 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 вот к определенному обвальщику. Вот они уже разбирают свои части и начинают обваливать. Это такой очень кропотливый и сложный процесс. Учится на обвальщике около года, чтобы уже все навыки, чтобы не порезать мышцы, которые определенные. Вот сейчас он выделяет карбонат. Чтобы выделять все качественно, без порезов, чтобы минимум мяса на кости оставлять, если их кости. Ребрышки вот сейчас пилятся, которые тоже едят как полуфабрикаты, как накопчение. И сколько всего в килограммах или, может быть, в тоннах мяса проходит за один день? Около 20 тонн. Около 20 тонн. 20 тонн – это действительно много. Ну да, здесь получаются мельчайшие движения обвальщика, чтобы он не порезал ничего. Мне кажется, такой сложный процесс и такое ощущение, что ребята работают даже не задумываясь, не глядя, просто отточены движения. Безопасность превыше всего. Все эти металлические кольчужные перчатки, фартуки – это все для того, чтобы не пораниться. А вообще процесс увлекательный. Там у нас была мужская часть, здесь у нас работают девочки. Итак, что происходит здесь? Девочки здесь выделяют около 50 видов, сортов мяса, потому что на каждый вид мяса, колбасы и колбасных изделий полуфабрикаты выделяются по-разному. И здесь уже идет такая более тонкая работа. что часть уже, мы знаем уже заявки. С утра вот заявка уже написана там, что уже нужно нам. И цех полуфабрикатов это забирает. Часть выделяется на колбасу, тоже дает заявку, что нужно. Вот как выглядит заявка. И, казалось бы, нам-то с вами, наверное, всегда представлялось, что свинина, она и есть свинина. Ну, просто вот мясо свиньи. Так нет же, тут бекон, вырезка, голяшка, гуляш, жаркое, карбонат, натуральное котлетное мясо, окорок, окорок для бульона, мясо свинина духовая, рулька, ребра. В общем, огромное количество разных частей, на которые в итоге эти тушки и делятся. Как они делятся, мы наблюдали здесь и сейчас. Процедура интереснейшая и сложнейшая. Учиться этому надо долго. Так как точки наши все, поэтому нам увеличивать сроки годности искусственно не надо. Все приходит свежее, уже продавцы могут посоветовать какие угодно кусочки, для какой хозяйки, для каких нужд. Поэтому упаковываем в ящики, в складыши, и уже на точках продавцы разбирают, выкладывают на витрины, на холодильные. Вот здесь вот, допустим, у нас в заявке котлета натуральная, тоже мы делаем. Дальше гуляш отдельно, окорок, ну, наш любимый карбонат, вот он уже вы узнаете. Соответственно, вот там, где мы были сейчас, где все это нарезается на части, оттуда это просто напрямую попадает сюда. Да. И уже потом фасуется и отправляется непосредственно в магазин. Да, да, да. Так, а здесь у нас... Это камера хранения перед отгрузкой охлажденных полуфабрикатов. Видно, что здесь температура уже минус 0,8, от нуля до четырех. Холодно. Да, здесь видно, что уже все мясо уехало, а уже начинают новые сегодня собирать заявки. Здесь уже написаны, какие точки, и уже расставляют комплектовщики по необходимости, по заявкам. И уже идет на отгрузку. То есть минимальное время. И доставка у нас тоже идет охлажденным транспортом. Чтобы наши зрители понимали, что происходит на часах 10.35, сейчас утро. Соответственно, все то, что было изготовлено вчера, уже в магазинах. А то, что начали готовить сегодня утром, вот появляется здесь, чтобы сегодня же отправиться в магазины. Поэтому здесь пока так мало продуктов. Да, только начало идет. Только начало дня. Да. Ну, соответственно, мы видели все то, что потом окажется здесь. Там это разделывалось как-то на части. Очень ловко, очень интересно. Здорово. Вот бы научиться. Мы теперь где? Машинное отделение. Колбасного производства. Машинное отделение. Это мясо, вот до этого мы были в том месте, где мясо нарезается на части. Вот буквально за этой дверью. Можем это показать? Пойдем, 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 смотри. Оп. Ну-ка. Вот отсюда, да. Мы там уже были. Нам отсюда привезли сейчас вот эту тележку. И ее взвешивают. Пойдем, 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 пойдем. Вот. Это мы забрали, да, свинину нежирную, которая сейчас будет производить колбасные изделия. Так, и какой колбасу будем готовить? Мы будем готовить у копченой колбасу, потому что вареную долго нам готовить. Мы начнем с копченой. Мы начнем с копченой. Мы вареную копченую, гостовскую. Это классический вариант, как бы все знают ее. Идеально. 75% высшего сорта, 25% шпила криптового. Шикарно. Так, мясо взвешено. Это получается вот 137 килограмм мяса. Да, и минус вот еще. А, минус? Да, сколько? 36,8. Ну, то есть получается, да, вот 100 с небольшим, 101 килограмм. Да, это мы сейчас будем собирать. А сейчас мы пока что начинаем измельчать высший сорт. Делаем мы копченой колбасы только из соленого мяса. Почему из соленого? Можно некоторые делать из замороженного мяса, многие делают из охлажденного. Ну, потому что при посоли мяса куском как раз идет тоже ферментирование. Выделяются вещества, которые придают вкус и запах уже готовому изделию. То есть не надо добавлять уже никакие неусилители вкуса. Мясо само отдает, созревает. Процесс этот тоже длительный, от двух до пяти суток. В зависимости, как измельчено мясо. Теперь вот мы загрузили волчок, это большая мясорубка. И начинаем измельчать его через маленькую решетку. Вот можно включить. Так, то есть соленое мясо у нас готовится отдельно. То есть мы взяли мясо и оно как-то засоливается. Оно постояло в холодильнике. Потом уже прошло, уже видим, что оно посолилось. Оно уже стало такое, отдало влагу лишнюю. Загрузили сюда в бункер. И начинаем измельчать его. Уже решетка там стоит. Отдельно здесь еще есть трубочка, это даже ловщик мяса. То есть если где-то что-то проскочило нехорошее, то это выйдет. То есть там внутри у нас просто мясо соль. А вот можно в зеркале посмотреть, да? Просто соленое мясо. И как в огромной мясорубке, оно сюда поступает. Красиво. Здесь у нас мясо какое? Свинина, говядина? Говядина высшего сорта. Говядина высшего сорта. Идеально. Так, и куда мы дальше направляемся? И дальше мы идем в сердце колбасного цеха. Это к утеру. Где здесь состоится сердце, которое питает все, а оно питает всех потом. Так, это что за странное устройство? Это как раз режущий механизм, который вот придает, перемешивает фашу, если как сейчас мы будем копченой колбасы делать. А вареной колбасой измельчает. Мы сейчас загружаем шпик, уже который порезанный на кубики. Вот они, кубики. Так, шпик это у нас какая часть? Это с хребта как раз идет, который девочки выделяют, мальчики этим не занимаются. Да, мы там это наблюдали. Да, и вот этот шпик, который мы порезали заранее, вот как раз вывезли его. Сейчас немножко его перемешаем, потому что некоторые кубики уже здесь слиплись. И загрузим вот наш высший сорт. Да, это вот то, что мы сейчас наблюдали, измельчали там. О, поехали. Здесь мы тонкое измельчение нам не нужно, нам нужно просто вмешать шпик, чтобы он распределился. Добавляем соль, который в шпик у нас не соленый, добавляем соль, черный перец и мускатный орех. Здесь у нас на 200 килограмм замес. И вот видите, уже начинается образовываться рисунок потихонечку, вмешивается. Вот-вот-вот, уже идет. То было просто масса. Если бы вы могли почувствовать запах, который здесь. Даже в маске чувствуется, что здесь пахнет колбасой. Вот, действительно, колбасой. Так, вот наш фарш, который мы только что... Сделали. Сделали, соответственно. Замесили. Замесили, соль, шпик, перец, взвесили. Так, и теперь у нас идет процесс уже непосредственно формовки. То есть... Вот сейчас мы оператор пробует, как там клипса держит. Вот сейчас будет. Вот. Меряем обязательно, измеряем диаметр. Чтобы была набивка плотная. Чтобы не было рыхлой колбасы. Колбаса московская. Варенок, копченая. Как мы видим, действительно похоже на колбасу. Так, состав. Говядина, шпик. Это мы видели. Соль. Это мы видели. Сахар. Сахар был? Сахар был. Сахар, но, видимо, там вот вместе с солью... Да, 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 да. Перец, орех, мускатный. Фиксатор окраски нитрит натрия написано здесь. Да, да, да. Это было при посоле добавлено. Это тоже при посоле. Да, да, да. Ну, то есть это что-то такое, что позволяет держать красный цвет. Так, ну и, соответственно, белки, жиры, углеводы, калорийность, срок годности при температуре от плюс 6 до плюс 12, не более 15 суток. Почему такой маленький срок годности? Кто знает? Я знаю. Правильно, у нас такой маленький срок годности 15 суток, потому что нет никаких дополнительных консервантов. Все очень просто. Если нет никаких дополнительных консервантов, которые могли бы испортить нам качество, соответственно, срок годности небольшой. Зато качество высочайшее. Итак, раз у нас колбаса варен-копченая, соответственно, что с ней происходит дальше? Она будет вариться и коптиться. Мы же сейчас пока брали просто соленое мясо и использовали. Что будет потом? Да, пока что мы сделали структуру на кутере. Здесь потом эта структура при формовке немножко разрушается. И чтобы колбаса была плотная, она отправляется на осадку. При холодной температуре она стоит в холодной темной камере где-то от 6 до 8 часов. После этого она уже идет на термообработку. Так, мы можем здесь что-то показать, да? Что здесь происходит? А, вот написано, московская шаг копчения. Соответственно, здесь коптится московская колбаса. Мы сюда и заглянем, что же там происходит. Как этот процесс происходит у нас? О! Красиво! Эффектно! С дымком! Откуда берется дым? Встроенный дымогенератор есть. И здесь как раз щипа. Щипа должна быть определенной влажности, чтобы она давала вот такой хороший, густой дым. Потому что если будет влажность большая, будет не разгораться дымогенератор. Так, а это у нас здесь чего вообще? Что это такое? Из бука. Это бук. Да, почему из бука? Потому что это самая твердая древесина нашей Родины. Так, соответственно, этот бук превращается в дым и коптит потом колбасу. Ой, надымили мы здесь, конечно, аж глаза слезятся. Пойдемте попострее в готовую продукцию. Пойдем дальше, посмотрим, что делается уже после этого процесса. Здесь уже готово, то есть после того, как там все закоптилось. Да. Помещается в эту холодильнюю камеру тоже. Здесь холодно, а температура вот минус 1,7. Сейчас здесь находится продукция, которая как раз закончила технологический процесс ночью. Вот мы видим, копченые колбасы сейчас будут маркироваться, сардельки, деликатесы. Вот сейчас это будет все маркироваться постепенно и отправляться на склад готовой продукции. То есть мы пока смотрели только производство колбасы, а еще и есть сардельки, сосиски. Так, это... Мы не такую колбасу делали, правильно? Мы делали какую-то другую. Сейчас, сейчас, сейчас. А, видимо, вот там висит. Вот она, московская. О, московская. Будем смотреть, как она выглядит уже потом. Соответственно, после того, как она у нас закоптилась... Сварилась. Сварилась, она уже... Потом еще раз закоптилась. Вот она уже как раз... То есть она коптится, варится и еще раз, дважды копчение идет. Личный технологический процесс, чем полукопченых колбас. Интересно, интересно. Ну и это уже отправится сегодня на полке магазина. Да. Что у нас за этой дверью прячется такое, раз туда уж не всех пускают. Это сушильная камера. Здесь происходят очень важные процессы. Здесь, получается, колбаса дышит. Колбаса дышит, получается, углекислый газ выделяется, кислород поступает, и она уменьшается в размере. Вот сейчас вот у нас здесь несколько партий находятся колбасных изделий. Но можно туда зайти, посмотреть, что там. Пахнет классно. Так, ну-ка. О-о-о, ребята! И акустика такая приятная. Да, здесь видно, что здесь движение воздуха есть, потому что, видите, как бы немножко колышутся батончики, чтобы они лучше созревали. Не только батончики, тут все колышется. Чтобы они... Это вот правильное движение воздуха должно быть. Пу-пу-пиду! Вот когда уже колбаса начинает подсыхать, вот уже начинает выделяться шпих. Это она еще не готова. Но вот по сравнению с той вот колбасой она еще, она уже, вот видите, начинает проявляться. У нас здесь есть кое-что необычное, эксклюзивное, сверхсекретное. То, что можно увидеть только здесь и на прилавках магазинов Городмастеров. Что это такое? Это тульская сырокопченая колбаса. Разработка специально для нашей тульской области, но любят ее все. Поэтому спрашивают в магазинах. Есть здесь один секретный ингредиент. Тульский пряник. Практически. Поэтому очень необычный вкус. Мы не будем раскрывать все секреты. Пусть попробуют. Пусть пробуют. Это и необычный внешний вид в стеточку. И, соответственно, так как это тульская колбаса, то нигде больше ее попробовать нельзя. И можно отправлять, так сказать, как гостиниц, как некий сувенир. Приезжая куда-то в гости к кому-то, можно не только тульский пряник с собой брать, действительно, а еще и тульскую колбасу. Ну, сейчас она еще не созрела. Вот сейчас созреть, тогда мы вас еще приглашаем, когда отведать на дегустацию. Хорошо. Так, теперь мы знаем тульские символы. Пряник, самовар, ружье, какие еще? Гармошка, правильно? Да, гармошка. Что еще у нас в Туле очень знаменитое на весь мир? Ну, теперь получается еще и колбаса. Все, пряник, самовар, гармошка, колбаса и ружье. Пятый элемент найден. Конечно же, мы не могли пройти мимо лаборатории, в которой проверку качества проходит не только готовая продукция, но и сырье, которое используется для производства. Здесь находится несчетное количество каких-то баночек, скляночек, пробирок, и все, что здесь делается, делается на высочайшем уровне. Так, а здесь тоже получается... Мы принимаем здесь заявочки, обрабатываем их. Заявок много. Эти заявочки поступают на производство. Они согласны этих заявок, производят согласно. Ну, соответственно, из магазина. Да, да, да. Говорят, у нас в магазине лучше всего идет докторская. Они рады очень, что мы вновь открылись. Они очень дождали этого, так что... Все поздравляли с начала. Все поздравляли, все прыгали. Рады, дай бог, чтобы дальше продолжать. Ну, прыгали больше всех мы, наверное. Наконец-то, наконец-то. Любимая работа. Так сложилось, что на некоторое время производство было закрыто, и поэтому любимые покупатели не могли приобретать те колбасы и те мясные деликатесы, которые они привыкли, которые хотели бы видеть на прилавках своих магазинов. Но теперь все будет как раньше. История тепло-огаревского мясокомбината, чью продукцию мы знаем под названием «Город мастеров», насчитывает более двух десятков лет. И все это время девиз и основные ценности компании не менялись. Колбаса сделана из мяса, и из мяса вкуснее. Этого принципа придерживался основатель компании Игорь Либгард. В прошлом году он ушел из жизни, и завод на некоторое время был вынужден прекратить свою работу. Однако сегодня производство восстановлено. И самое главное, все сотрудники, которые с огромным удовольствием приходят на работу, продолжают разделять принципы, заложенные в основу производства. Колбаса, сделанная из мяса, и из мяса вкуснее. Только так, и никак иначе. Просто возвращаются и другие клиенты, и новых нам находят клиентов, потому что, как Алексей Юрьевич рассказал, что многие отошли, потому что не нашей продукцией торговали. Поэтому надо было по второму разу завоевывать свое имя, что это имя наши полуфабрикаты, наши колбасные изделия. Поэтому тоже здесь большой труд были колдовщики, все мы это рассказывали, вспоминали. Здесь многие, которые продавцы у нас остались, они радовались, заказывали еще, говорили, что говорят покупатели, что вот приходили за этой колбасой там. Все это было очень трогательно, да. Что, они спрашивали, когда, когда же. Звонили, говорят, а это правда ваша колбаса? Это все то же самое? Да, поэтому сейчас девизка, где колбаса сделана из мяса, из мяса вкуснее. Он так и остается на протяжении 22 лет, и дальше это продолжается. Ну, вы сами были на производстве, видели мясо. Из мяса действительно вкуснее, потому что колбаса, в общем-то, по логике и должна делаться из мяса. Странно было бы, если бы она делалась из чего-то другого, хотя существуют наверняка и такие производства. Но мы смотрели, ничего лишнего не добавляется. Мясо есть, соль есть, перец, понятно, ну какие-то специи больше. Ничего не нашли. Поискали. Итак, мы побывали на производстве и рассказали, что все то, что видели там, оказывается на прилавках уже практически в тот же самый день, когда и производится. И вот, что мы видим здесь. Очень-очень много различной продукции, которую мы с вами наблюдали, как производится. И сегодня, я надеюсь, нам удастся еще и пообщаться с покупателями, узнать, почему они покупают город мастеров, почему они приходят в магазины город мастеров и покупают именно эту колбасу, именно это мясо. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь вообще есть. Это московская варен-копченая колбаса, которую мы как раз и делали вот на этом огромном аппарате, который выдавливал колбасу в упаковку, а потом все это коптилось. На что еще важно обратить внимание, магазины город мастеров, это не только мясо и колбаса, но и вообще все, что может быть необходимо дома. Вот там есть вода, лимонады, варенье, джемы, сыры, рыба, молоко, все, что только может понадобиться, можно купить именно здесь. И вот к чаю сладости, кстати, обратил внимание, тоже с наклейкой сделано в Тульской области. Так что, если вы пришли в магазины город мастеров, то здесь вы найдете только качественные продукты, которые имеют тот самый знак качества, о котором мы говорили неоднократно. Ну и, естественно, сами эти колбасы тоже сделаны в Тульской области. Это показатель того, что все на высшем уровне. Насмотрелся на производстве, нанюхался этих запахов, пришел в магазин, и тут еще такое разнообразие. В общем, я теперь тоже стою в очереди, я решил купить себе колбаску. Здравствуйте, мы были у вас на производстве, позавчера видели, как делается московская колбаса. Теперь очень хочется ее купить, чтобы дома ее есть, вот варен-копченую. Да, возьму одну. Так, это мне. Так, ну посмотрим. Колбаса. Вот она, московская. Та самая, которую мы готовили. Возможно, это именно она и есть, потому что в магазин мы приехали на следующий день после того, как были на производстве. Хотя, если я правильно помню, варен-копченая-то некоторое время должна еще коптиться, так что, наверное, эта колбаска была уже готова к сегодняшнему дню. Ну что ж, это пока подождет. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как часто вы сюда приходите или вы сегодня здесь впервые? Нет, я хочу нечастно, потому что я живу здесь впервые, поэтому я, можно сказать, стоят. А почему именно сюда? Потому что здесь всегда все свежее, больше снег, побазарь, мясо. Возможно, я знаю, что я нечастно привожу. А есть что-то вот любимое, что можно посоветовать нашим зрителям? Вот какая-то колбаса или вот какое-то мясо, которое больше всего нравится? Еще пару вопросов, которые хотелось бы задать покупателю. Как часто вы сюда приходите? Ну, периодически. Где-то раз, один-два раза в неделю. Один-два раза в неделю. А что чаще всего приобретаете? Что берете чаще всего? Колбаса, докторская, иногда мясо свежее. Ну, как же она колбаса. А почему именно город мастеров? Ну, проверенный бренд уже, личный проверенный. За качество всегда приволен. Хорошее качество, очень главное. Ну, действительно, качество. Качество – это самое главное, именно поэтому мы сегодня здесь. Сделано в Тульской области это качество. Спасибо, приятных вам покупок, не будем отвлекать. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok